Добрый вечер и добро пожаловать на 3-й колокольном отделении теоретической прикладной в этом семестре. Спасибо, что вы здесь, а я передаю слово Екатерине Анатольевне Лючковой, которая представит нашего сегодняшнего докладчика. Дорогие друзья, я счастлива представить нашего сегодняшнего докладчика Марию Семеновну Полинскую. Я вообще всегда очень радуюсь, когда надо представлять синтаксиста и женщину, и тут в одном лице это замечательно. Мне кажется, что все знают, кто такая Мария Семеновна. Марина Семеновна у нас включена в программу по общему синтексису, это уже живой классик. Ну, для этого, может быть, те, кто забыл, я немножко расскажу о научном и творческом пути нашего сегодняшнего вектора. Мария Семеновна – это выпускница Московского университета. Она изучала здесь лингвистику весьма успешно. Так что затем она защитила кандидатскую диссертацию в институте языка знания в Москве. И кандидатская диссертация Марии Семеновны, как и многих других выдающихся лингвистов того времени, была вдохновлена материалом дагестанских языков частично, поскольку речь шла о антипассивных конструкциях. А дальше судьба Марии Семеновны занесла в Соединенные Штаты, где она была сотрудником самых видных и интересных лингвистических отношений университетов. Университета Южной Калифорнии, университета Сан-Диего, затем в Гарвардском университете работала Мария Семеновна и продолжает работать, а также сейчас является еще и сотрудником университета Мэрилэнда. И везде, где Мария Семеновна работала, начинались новые интереснейшие лингвистические проекции. Так, например, в университете Сан-Диего Мария Семеновна основала новую пионерскую программу по изучению херетажных языков. А в университете Мэрилэнда сейчас совершенно замечательный проект. Это проект станции полевой лингвистики в Гватемале. И мы даже знаем уже одного нашего студента, который получил возможность поработать в экспедиции этим летом благодаря неустанным трудам Марии Семеновны. Ну, а что касается таких теоретических и синтаксических интересов Марии Семеновны, Тут речь идет в первую очередь о таком большом синтаксисе, о взаимодействии синтаксиса и информационной структуры, синтактико-пассадическом интерфейсе. Мы знаем работы Марии Семеновны по структуре дагестанских языков. Мария Семеновна занималась также много австронизийскими языками, майянскими языками. Но сегодня речь пойдет на самом деле не о них, а в основном о языках, которые, может быть, покажутся всем уже давно изученными и известными. О английском языке, о русском языке еще немножко типологии. Но зато очень интересная конструкция, про которую в русском языке пока мало что известно. И вот, я думаю, сегодня мы с помощью Марии Семеновны знаем больше. Спасибо. Спасибо большое. У всех есть хэндап? Вот он лежит. Кому нужен хэндап? Всем слышно? Ну, во-первых, большое спасибо за такое введение. Я и польщена, и смущена. Просто хочу сказать, что я очень благодарна, что меня пригласили прочитать здесь лекцию. Надеюсь, что не последний раз. Хэндап по-английски, но говорить я буду по-русски. И я, признаться, волнуюсь, потому что я уже давно не читала доклады по-русски. И многих терминов я не знаю, так что вы мне будете помогать. Причина, по которой я выбрала эту тему, связана с некими общими тенденциями в развитии современного синтеза. За последние 8-10 лет мы необыкновенно продвинулись в понимании согласования и падежа. Это вот такие две вещи, которые значительно понятнее сейчас, чем они более, скажем, 10 лет назад. А в то же время мы по-прежнему остаемся в глубоком неведении относительно таких вещей, как эллипсис, адъюнкция и общий порядок слов. И то, о чем я сегодня буду говорить, вызвано желанием хоть как-то немножко продвинуться в понимании этих трех предметов. При том, что я, конечно, не отвечу на все вопросы, которые возникают в связи с этим предметом. Но, по крайней мере, мы можем посмотреть на еще одну конструкцию, которая, может быть, нам поможет понять эти три больших явления. Адъюнкция, эллипсис и порядок слов. Конструкция, про которую я вот говорю, называется конструкциями исключения. Но я их буду называть простым русским словом «экцептив», это «экцептивс». Ну, или можно говорить «каи», я не знаю, есть какой-то термин русский? Экцептив. Ну, хорошо, пусть будет «экцептив». Еще раз. Коннекторы исключения. А? Называется коннекторы исключения. Коннекторы исключения? Да. Хорошо. Ну, примеры на эти конструкции показаны в 1.2 на хендалте. Один от примера из английского. «Президент Трамп изюм, хизритрорикал жаб за телевизион networks, except Fox News. Everybody but Obama knows, blah, 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 except for Lady Gaga. The New York Times subscription includes daily access to all online content, except the crossword puzzles. Nothing except ourselves is ever affected by our skepticism. Everyone besides us believes that ghosts never existed». Вы видите, что здесь можно сказать except, можно сказать besides, можно сказать but. То есть есть некоторые различные способы выражения исключения. Примеры в номере 2 – это примеры из русского. Прежде мы не знали иного цвета грузовых машин, кроме защитного. У тебя не бывает других сроков, кроме как завтра. Очень многие примеры про русский взяты из двух работ Софии Оскольской, которые, пожалуй, единственное, что я нашла по русским эксцептивам. И уже из этих примеров видно, что элемент, который вводит исключение, например, английское besides или русское кроме, этот элемент может вводить либо конструкцию исключения, либо конструкцию дополнения, добавления. На самом деле интересно понять, почему в некоторых языках слова типа кроме могут либо дополнять что-то, либо что-то исключать. По-видимому, так неформально это можно объяснить тем, что мы как бы отклоняемся от какого-то среднего стандарта, и либо мы находимся в минусе, либо в плюсе вот этой вот самой гауссовской шляпы. Но это такое неформальное понимание, и я его касаться дальше не буду, потому что меня волнует только конструкция исключения. То есть я не буду говорить о кроме в значении дополнения к. Оно имеет свою какую-то структуру, меня интересует только синтаксис конструкции исключения. Значит, некоторая терминология, которая введена в номере 3 на хэндауте, конструкция исключения состоит из трех частей. Она состоит из рестриктора, никого не будет в доме, никого, или everyone в английском варианте. Фразы конструкции исключения, по-английски accepted phrase, это все, что в квадратных скобках, например, кроме сумерек, и самого исключения, это русское слово сумерки. И для нас будет очень важно, что делает рестриктор в этой самой конструкции исключения. Есть довольно много работ по конструкциям исключения, которые опираются, рассматривают семантику этих конструкций. И в семантике конструкции исключения различают два типа таких конструкций, связанные и свободные, по-английски connected и free acceptives, соответственно, номера 4 и 5 на вашем хэндауте. Когда у нас есть связанный эксцептив, то это элемент, который состоит внутри именной группы. Например, не боишься никого, кроме Бога одного, никого, кроме Бога одного, образует единую именную группу, внутри которой есть исключение. Свободные эксцептивы, которые показаны в примере 5, по-английски и по-русски, это модификаторы, которые принадлежат к целой клаузе. Они не прилегают к именной группе, а они являются объемными целой клаузой. Как правило, они располагаются где-то на периферии этой клаузы, либо слева, либо справа. Сразу возникает вопрос, когда слева, когда справа, я к этому вернусь. И, как я уже сказала, довольно много исследований по этим конструкциям опирается на их семантику. Вот здесь у вас дается некоторая литература. В последнее время, наконец, все очнулись и стали заниматься их синтаксисом. Но вот я тоже решила заняться. И причина состоит в том, что, как я уже сказала, эти конструкции нам могут рассказать, по крайней мере, о трех вещах, про которые мы ничего не понимаем. Первый – это объемцы, особенно высота объемцы. Второе – это внутренние устройства именных групп. Мы более-менее знаем, как они устроены в английском. Не очень хорошо знаем, как они устроены в других языках. Вот Полина, о которой уже говорили, занимается именными группами в Копчакеле. И там совершенно ничего нельзя понять. Но, правда, благодаря Полине мы уже немножко понимаем. Но еще пару лет и поймем. И третье – это я перехожу по странице 2 на хэндауте. Это соотношение экцептивов с эллипсисом. С точки зрения эллипсиса мы различаем некоторые разные способы опущения материала. В примере 6 показан эллипсис именной глагольной группой. I really don't care. Do you? То, что прочеркнуто – это то, что мы опускаем. Или в C Маша не умеет играть на баяне, а Даша умеет. Играть на баяне – опять опущено. То есть опущена глагольная группа. А кроме того, есть большие эллиптические конструкции, когда больше материала опускается. Клоузальный эллипсис. По-русски говорят «слусинг». Так, ну вот, простое русское слово «слусинг». Значит, это показано в примере 7. The other day I cried, and I don't know why I cried. Вот это мы опустили. Кого-то здесь вчера видели, но не знаю, кого вчера здесь видели. И, как вы увидите, эллиптические конструкции чрезвычайно интересным образом себя ведут в экцептивах. Это тоже делает их особенно занятными. Вопросы, которые я хочу сегодня обсудить, показаны в пункте 1.3. Первое – это есть ли какие-то принципиальные различия между связанными и свободными экцептивами. То есть экцептивами, которые находятся внутри именной группы, и экцептивами, которые где-то находятся на периферии клаузы. Если различия реально существуют, можем ли мы их свести к единому синтаксису в разных языках? А если мы увидим в экцептивах какой-то эллипсис, то работает ли он так же, как эллипсис в других конструкциях? И, наконец, можем ли мы хоть как-то предсказать, как разные языки себя ведут в смысле выражения конструкции исключения? Вот это вот четыре больших вопроса. Я не хочу сказать, что я на них полностью отвечу, но, по крайней мере, я попытаюсь их всех коснуться. Ну и как бы предвидя некоторые ответы, есть ли различия между свободными и связанными экцептивами? Ответ – да. И эти различия не только семантические. Если эти различия действительно есть, подпадают ли они все под единый синтаксис? А здесь ответа нет. Поэтому я взяла русский и английский. Мы увидим, что, хотя свободные экцептивы в русском и в английском выглядят очень похожи, у них совершенно разный синтаксис. Потом мы посмотрим на эллипсис в некоторых экцептивах. И дальше я вернусь к вопросу, на который особого ответа нет, а именно, можем ли мы предсказать типологическое распределение конструкций экцептивов по разным языкам. Значит, сначала я просто расскажу немножко о свободных и связанных экцептивах, потом мы посмотрим, как они устроены в английском, потом посмотрим, как они устроены в русском, и потом мы поговорим об эллипсисе и типологии. Если есть какие-то вопросы по ходу дела, если я что-то сказала, что непонятно, то, пожалуйста, прерывайте меня. Если есть какие-то большие вопросы, то, наверное, лучше их оставить наконец. Пока все нормально? Как говорят по-английски, are you with me? Значит, я перехожу к разделу 2, свободные и связанные экцептивы. Как я уже сказала, связанный экцептив – это элемент именной группы. А свободный экцептив – это элемент, который является элементом клауза, адъюнтом клауза. Значит, если вы посмотрите в пример 8, every child except Mary cried, здесь у нас связанный экцептив, у нас есть большая толстая именная группа every child except Mary, и за исключением Mary except Mary является модификатором именной группы, расположенной в этой именной группе как адъюнкт. Это показано на дереве 8c. А в 9 приведен пример свободного экцептива every child cried except Mary. Здесь этот экцептив является адъюнтом полной клаузы. В таблице в 10 приведены основные различия, которые мы знаем между свободными и связанными экцептивами. С точки зрения семантики, связанные экцептивы убирают что-то из сферы действия определенного кванта. В то же время свободные экцептивы просто говорят о том, что существует некое исключение из правила, которое только что было названо в данной клаузе. С точки зрения синтаксис, я уже об этом говорила, связанный экцептив является адъюнтом именной группы, свободный экцептив является адъюнтом клаузы. Поскольку связанный экцептив является адъюнтом именной группы, он образует единую составляющую с этой именной группой, тогда как свободный экцептив не образует такой составляющей. Дальше идет очень существенный элемент, который для нас будет очень важен. Свободные экцептивы могут принадлежать к любой категории. Это могут быть наречия, это могут быть целые предложения. А связанные экцептивы только именной группы. Вот помните, у нас был пример, у тебя ничего не бывает, кроме как завтра. Вот это явно свободный экцептив, потому что завтра не именная группа. Квантер, который, рестриктив, который нам говорит о том, из чего у нас исключение, должен быть синтактически реализован, когда речь идет о свободном, спросите, о связанном экцептиве, и не обязательно должен был реализован со свободными экцептивами. Ну и тип антицидента для связанных экцептивов более ограничен. Там должны быть, как правило, универсальные квантеры. Теперь, если можно, я прошу вас перейти к странице 3. И тут начинается такой довольно простой синтаксис, который мы сначала обсудим теоретически, а потом посмотрим, как он работает в английском. Значит, в принципе, если мы хотим получить свободный экцептив, экцептив, который является объемом к клаузу, у нас есть два варианта. Первый вариант – этот экцептив появляется как результат элипсиса. Значит, мы опускаем целую клаузу, и в результате у нас остается что-то на периферии клаузы, и это вот наш свободный экцептив. Второй способ получить такой свободный экцептив – это как-то подвинуть направо или налево, это зависит уже от конкретного языка, фра – экцептивную группу из именной группы. Значит, если вы посмотрите на наше предложение, которое я уже приводила, «все плакали, кроме Маши», «everybody cried except Mary», «every child cried except Mary», то в примере 12 у нас будет клаузальный анализ, а в примере 13 – фразовый анализ. Значит, в 12 у вас 2 клаузы. Первая клауза – «плакал каждый ребенок», а вторая клауза – «кроме как Маша не плакала». И потом мы просто убираем «плакала». И вот этот вот эллипсис нам дает 2 экцептивную конструкцию. Если мы следуем фразовому анализу, как в 13, то мы берем большую именную группу «every child except Mary», «любой ребенок, кроме Маши», вынимаем кусочек except Mary, передвигаем его на правую периферию, и у нас получается вот такой вот свободный экцептив. Значит, обе эти деривации, в принципе, возможны для английского языка, потому что в английском языке, в принципе, можно вынимать куски из именной группы, двигать их направо. Значит, если вы посмотрите на примеры в 14-15, можно сказать «review of Jack's book appeared», но можно сказать «review appeared of Jack's book», или «a visitor who wants to see you right away is here», и «a visitor is here who wants to see you right away». Значит, это наводит нас на мысль о том, что деривация как в 13 вполне возможна для вот таких конструкций. И, конечно, поскольку она гораздо более экономна, чем деривация в 12, то она является такой очень привлекательной. Хотелось бы, чтобы она работала, но она не работает. И вот почему, значит, я покажу вам в разделе 3, почему она не работает. Она не работает по определенному количеству причин, они все перечислены в самом начале вот этого раздела. Давайте на них посмотрим. Помните, что я сказала, что антицидентом фразового эксцептива, связанного эксцептива, могут быть только группы с универсальными квантерами. То есть мы не ожидаем, что эксцептив будет со словами «мало», «некоторые» и так далее. Это известно давно по работам Фредерики Молтман. И она предложила так называемый «quantifier constraint», который в примере 16. Именная группа, от которой мы берем исключение, должна быть либо в сфере действия универсального квантера, либо в сфере действия универсального отрицательного квантера. Как мы увидим, это довольно сильное ограничение. Например, в недавней работе о Гарсии Альварес было предложено для испанского, что это слишком сильно. То есть должны быть какие-то квантерные группы, но не обязательно универсальные. Теперь давайте посмотрим, что происходит в английском. Мы можем сказать «every boy, all boys, no boy, except John came». Но мы не можем сказать «few boys, most boys, a lot of boys, three boys, at least three boys, except John came». Это все примеры как раз из Мольтмана. Она, собственно, была вдохновлена этим английским материалом. Теперь, если мы посмотрим на свободные экцептивы, то мы видим, что в них вполне возможно иметь самые разные антициденты. Вот посмотрите, 18. Few except visitors know that Colorado produces wine. Не очень хороший пример. Few know that Colorado produces wine, except visitors. Совершенно идеально. Нельзя сказать, как в 19а. Fish except Swedish fish can survive out of water. Но можно сказать «fish can't survive out of water, except Swedish fish». Это совершенно нормально. То есть, опять же, у нас вот это требование на универсальные квантеры не работает. И это означает, что если бы наши эти периферийные экцептивы были просто результатом экстрапозиции свободных экцептивов, нам бы пришлось писать какое-то очень сложное семантическое правило, которое бы сказало, что когда они рядом, то должен быть только сильный квантер. А когда они не рядом, бери любой квантер, какой хочешь. Это, в общем, довольно странно. Дальше выясняется, что в английском экстрапозиция, в примерах как 14 и 15, то, что я вам показывала, Review a period of John's book, это всегда факультативное явление. Тогда как, когда у нас будет свободный экцептив, экстрапозиция обязательна. То есть, опять же, нам нужно придумать какое-то правило, по которому экстрапозиция обязательно, когда у тебя есть экцептив, это, в общем, несколько натянуто. Более того, если вы перейдете к странице 4, мы увидим, что есть серьезные ограничения на саму экстрапозицию. В этом смысле английский ведет себя, как обычный германский язык, но русский, в общем, не сильно отстает. И смысл ограничений стоит в том, что экстрапозиция в английском лучше всего происходит с предикатами, которые по-английски называются anaccusatives. А как по-русски? Неаккузативные. Неаккузативные. Значит, вот посмотрите, 21, можно сказать, A review appeared in the paper of Jack's book, appear, неаккузативные предикаты, Man walked in with blonde hair, Rumors were perpetuated about climate change. Как только мы меняем тип предиката на не-неаккузативный, дело становится очень плохо. Посмотрите, 22. A review shocked the public of Jack's book. Совершенно невозможно так сказать. Rumors were unverified about climate change. Тоже очень плохо. Когда мы смотрим на экцептивы, никаких ограничений на предикат нет. То есть это означает, что, опять же, у нас некоторая нестыковка. С одной стороны, экстрапозиция требует очень определенного типа глаголов, а экцептивы могут быть с чем угодно. Кроме того, экцептивы возможны с, так сказать, полностью выраженной клаузой. Посмотрите, пожалуйста, пример 24, который буквально означает «каждый ребенок плакал, разве что Маша не плакала». Every child cried except Mary didn't cry. Если бы это было как-то вызвано экстрапозиции, нам бы пришлось писать отдельное правило, согласно которым вот такие предложения должны появляться каким-то странным образом. И, наконец, на мой взгляд, самый сильный аргумент состоит в том, что нельзя... Если у нас наш экцептив образует составляющую с той группой, в которой находится рестриктор, то тогда у нас может быть только одно исключение. А в английском можно употреблять множественные экцептивы. Две или даже больше именные группы, или какие-то другие, два других выражения могут стоять как исключение в одной и той же конструкции. Посмотрите, пожалуйста, пример 25. Буквально каждый философ жаловался на каждого лингвиста, кроме как Сталнакер не жаловался на партии. So every philosopher complains about every linguist except Сталнакер about party. По-английски совершенно нормально. По-русски нужно сказать «кроме как». По-русски «скроме» тоже будет плохо работать, и я к этому вернусь потом. И это тоже доказывает, что перед нами не результат экстрапозиции. Экцептивы в английском вполне возможны с подразумеваемыми антицидентами. Можно сказать что-нибудь типа 26. We seldom eat out except Indian food. Здесь нет антицидента к Indian food, и тем не менее конструкция вполне возможна. То есть это всё наводит на мысль о том, что свободные экцептивы в английском не могут быть произведены от связанных экцептивов. Если это так, то мы должны прийти к выводу, что, по-видимому, английские экцептивные конструкции порождаются каким-то иным образом, не при помощи экстрапозиции. Следующее наблюдение, которое мы можем сделать, связанное с примерами в группе 28, где мы видим, что экцептив может быть любой группой, не обязательно именной группой. Может быть предложенная группа hidden speakers except in riddles. Может быть целое предложение the GNP can tell us everything about America except whether we're proud to be Americans. Может быть наречная группа и так далее. То есть здесь может быть всё что угодно, и опять же это показывает, что перед нами не связанный экцептив. И заключение, к которому мы приходим, стоит в том, что английские свободные экцептивы не должны быть произведены от связанных при помощи какой-то экстрапозиции. Это вроде бы довольно ясно. Второй вопрос, который у меня стоит в рамочке, почему это так, это вопрос, на который хорошего ответа нет. Но я к нему вернусь и в конце попробую дать плохой ответ. По крайней мере, хоть какой-то. Теперь мы переходим к странице 5. На этой странице я хотела бы рассмотреть просто подробности деривации свободных экцептивов в английском языке. Значит, мы пока решили, что свободные экцептивы не могут быть произведены от связанных экцептивов при помощи фразового передвижения. И это означает, что вот эти две гипотезы, которые показаны схематически в 29 и 30, они не равны. Гипотеза, которая в 30, не поддерживается. А гипотеза, которая в 29, похоже, работает очень неплохо. И у нас есть достаточная информация, которая подтверждает, что дерево в 29, в примере 29, более правильное. Значит, мы можем выразить всю клаузу. Помните пример? Everybody cried except married didn't cry. У нас могут быть множественные исключения. У нас могут быть имплицитные антициденты. И сам экцептив может быть абсолютно любой категории, что совершенно законно, потому что если мы стираем просто кусок предложения, то мы можем оставить все, что мы хотим. Значит, как это сделать? Это для того, чтобы получить конструкцию с английским свободным экцептивом, нам нужен эллипсис. И нам нужно некоторое количество допущений, которые все перечислены в пункте 32. Значит, первое – это то, что слово except в английском является каким-то союзом. И этот союз соединяет два предложения. Главное предложение, которое является антицидентом, и предложение, в котором выразлено исключение. Except содержит в себе семантическое отрицание. То есть на самом деле это не просто except, а это except плюс отрицание. А дальше зависит от того, есть ли отрицание в предложении, с которого мы начали. Что интересно, что есть языки, где отрицание в словах типа кроме выражено физически, его видно. Это вот мальгарский язык, в котором слово кроме, афа, ци, состоит из афа – это как бы если, и ци – это нет. То есть мы видим реально, что союзы, выражающие исключение, могут не просто как бы семантически это исключение нести, но могут его и кодировать. Если какие-то придут людям другие языки с таким же выражением кроме, я буду ужасно-признательным. Почему мы уверены, что оно там поистинное? Что оно что? Ну что это есть except слова, а не результаты и движения, и инфидизированные. Может быть, может быть, результаты передвижения. То есть как вы его представите к except – это действительно вопрос, который можно обсуждать, совершенно верно. А в предложении с исключением тот элемент, который выражает исключение, подвергается некой топикализации. А в предложении, которое является антицидентом, происходит подъем квантера, но он происходит не обязательно на реальном уровне. И дальше происходит эллипсис. То есть вот то, что мы получаем в английском, показано схематически в 33. Значит, у нас есть два предложения. У нас есть значит «все плакали, кроме Маши», кроме «как не плакала Маша». И для того, чтобы это работало, нам нужно, чтобы у нас предложения, которые являются антицидентом, и предложения, которые выражают исключение, имели разную полярность. То есть одно должно быть утвердительным, другое должно быть отрицательным. Это довольно интересно в рассуждении русского языка. Когда мы перейдем к словам типа «кроме», то мы увидим, что там есть некоторые предпочтения. Вот эта полярность, которая, в принципе, говорит, хорошо, одно предложение должно быть утвердительное, другое должно быть отрицательное, она работает немножко по-разному в зависимости от направления. И вот это не совсем понятно, почему. Ну и дальше идет просто некий такой вполне стандартный путь порождения эллиптической конструкции, который следует условиям, предложенным Джейсоном Мёрчантом в его известной работе про эллипсис. Я их просто быстро пробегу. Это то, что написано в 35, 36, 37 и 38. Это просто как бы семантические такие формулы, которые говорят о том, какие должны быть соблюдены условия для того, чтобы эллиптическая конструкция работала. Что я пока, надеюсь, смогла вам показать? Это то, что в английском свободные экцептивы со словом «except» не являются результатом экстрапозиции экцептивного компонента из именной группы, а скорее порождаются при помощи эллипсиса. И теперь давайте посмотрим, как это работает в русском. Здесь я буду очень признательна за любые суждения, замечания. Я постаралась найти как можно больше примеров из корпуса и из эхо Москвы. Но, например, некоторые примеры из корпуса мне кажутся довольно ужасными. Но, может быть, это просто мое такое неправильное суждение. Значит, в русском довольно много слов, которые выражают исключение. Нас будут интересовать только два слова, кроме и кроме как. И вот есть две работы оскульской, одна по-английски 2009 года и одна очень хорошая работа 2014 года по-русски, где она приводит замечательные примеры. Я очень признательна за то, что она их там насобирала. И, кроме того, она приводит много всякой статистики, к которой я скоро вернусь. Значит, я повторю в примере 39 различия между свободными и связанными эксцептивами. Значит, свободный эксцептив не должен образовывать единой именной группы с тем элементом, который содержит рестрикцию. А связанный должен. Исключение в связанных эксцептивах всегда должно быть именной группой. В свободном может быть чем угодно. Рестриктор в свободном эксцептиве может быть не выражен, а в связанном обязательно должен быть выражен. Антицеденты должны быть в связанных эксцептивах только универсальны. А в свободных эксцептивах антицедент может быть чем угодно. Давайте посмотрим, что у нас получается в русском. Значит, первый такой тест – это на образование единой составляющей. Значит, можем сказать, никто никому не помогает, кроме как Петя, Маше. Ну, по-моему, в разговорном ничего. Но многим не нравится, да? Ну как? Ну, в сочинении так не напишут, но там говорят. Но обратите внимание, что 40b совершенно ужасно. Никто никому не помогает, кроме Пети, Маши, Пети, Маши. Здесь совершенно чёткий контраст. Кроме как, может быть, кому-то нравится, кому-то не нравится, но второй пример – ужасно. И это показывает, что кроме не позволяет нам иметь множественных исключений. Каждый врач принимает любого пациента, кроме как главврач инфекционных больных. Нашла в корпусе. Немножко ужаснулась, но корпус такое даёт. Но смотрите, по-моему, ужасно. Каждый врач принимает любого пациента, кроме главврача инфекционных больных. Только если мы поймём, что это главврач инфекционных больных. Следующий пример. На всех всем наплевать в этой истории, кроме как бабушки на заброшенного внука. На всех всем наплевать в этой истории, кроме бабушки на заброшенного внука. Ужасно. Кроме заброшенного внука бабушки. Но здесь можно только понять, что был один заброшенный внук бабушки. И тогда всё хорошо. Но обратите внимание, что это прочтение вам навязывает единую составляющую. То есть мы видим, что кроме, в отличие от кроме как, не позволяет нам иметь более одного исключения. Следующий набор тестов меня очень поразил, потому что мне казалось, что все плохо. Но потом я опросила людей, которые в половину моложе меня, и оказалось, что им многое нравится. Поэтому люди, которые в половину моложе меня, у вас есть главное право голоса. Но остальные тоже могут что-то сказать. Смотрите, Петя получил пятерку по всем предметам, кроме математики. А Петя получил пятерку по всем предметам, кроме как по математике. Пока все нормально. По всем предметам, кроме какого Петя получил пятерку? Кроме какого Петя получил пятерку по всем предметам? Кошмар. Кроме какого предмета Петя получил пятерку по всем предметам? Ужасно. Но вот 44А мне казалось ужасным, но очень многие сказали, что хорошо. 44 а по всем предметам кроме какого пить получил питер можно а а теперь смотрите 45 45 кроме как по каком предмету пить получил пятерку не вот многим нравится как ни стран до вот видите опять у нас получилось разделение по поколению а кроме как по какому предмету петь и получил пятерку везде но вот обратить внимание знак процента поразил мое больное воображение потому что я считал что это плохо но тем не менее очень многим носителям молодым носителем русского языка это понравилось ну что для нас существенно это то что а кроме как по крайней мере у каких-то носителей русского языка позволяет вылез в его вопросах тогда как кроме такого выноса не позволяет единственный пример который всем понравился это 44 а где у нас вопрос позиции in situ но даже предположим что этот тест совсем не работает тогда мы возвращаемся к тому что у нас было в примерах 40 41 и 42 где мы видели что кроме позволяет только одно исключение кроме как позволяет множественное исключение дальше какая у нас может быть и категория слов выражающих исключения помните что в свободных исключениях свободных экцептивов категории может быть любой в связаны как это должны быть только именная группа мой добрый совет не виде разговоров кроме о погоде ужасно да нужно сказать кроме как о погоде почему потому что это предложенная группа предложная группа не может быть частью связанного экзептива ничего не оставалось кроме остановиться и умереть без как плохо с как нормально Военно-политический провал в эфиопском конфликте не оставил Риму выбора, кроме как пойти на переговоры с французами, как здесь тоже нельзя убрать. Однако ничего интересного там внизу не было, кроме стволась по белу свету, касая да мокрая метель. Ужасно, как нужно. То есть опять мы видим, что категория кцептивы скроме как любая, а категория кцептивы скроме только именная группа. И по данным оскольской мы видим, что кроме сочетается где-то в 44% с подлежащими, а подлежащие, как правило, именная группа. Тогда как кроме как довольно редко сочетается с подлежащими. На самом деле все примеры кажутся довольно странными. А если вы посмотрите на наречие, то наоборот у нее 4% примеров там, где наречие как-то сочеталось с кроме, и в основном у нее примеры, когда наречие сочетается с кроме как. То есть эта таблица нам тоже неким образом подтверждает на корпусном материале без отрицательных данных, что кроме как сочетается с любыми категориями, а кроме сочетается только с одной категорией. Дальше мы посмотрим, может ли быть антицидент эксплицитным или имплицитным. Мы помним, что имплицитные антициденты возможны с свободными кцептивами, а эксплицитные должны быть всегда со связанными кцептивами. Он готов читать лекцию, кроме статистики. Довольно плохо. Он готов читать лекцию, кроме как по статистике. Как остановишь, кроме как голову рубить, кроме как вполне можно вот этот имплицитный антицидент. Не постигает кого-либо беда, кроме как по дозволению Всевышнего. Опять же, трудно здесь выбросить как. Похоже, что кроме как это единственный способ вести эксептив с имплицитным антицидентом. Пример 51 я не могу понять. У меня уже просто перестали суждения обрабатываться. 51а – это из корпуса. Военно-политический провал в эфиопском конфликте не оставил Риму выборов, кроме как пойти на переговоры с французами. Нормально. А вот 51b. Нормально. Я поставила знак вопроса, потому что несколько человек сказали, что не очень хорошо. Но если это всем нравится, это вот интересно, потому что это доказывает, что инфинитивные группы в русском языке могут иметь какие-то свойства именных групп. Это довольно интересно само по себе и явно заслуживает какого-то дальнейшего. Кроме переговоров с французами. А, да, здесь не было. Кроме поговорить с французами. Кроме поговорить с французами. Кроме поговорить с французами. Конечно, будет плохо. А Скольская замечает, что кроме как лучше всегда с отрицательным рестриктором. Вот помните, я говорила о том, что антицидент и группа экцептива должны иметь разную полярность. Одна должна быть положительной, другая должна быть отрицательной. Вот похоже, что в русском языке кроме как гораздо лучше с отрицательным квантификатором. Она приводит вот эти два примера. Я никаких знаков тут не поставила, потому что я хотела посмотреть, что все подумают. Кроме как дома с ним нигде нельзя спокойно поговорить. Кроме как дома с ним везде можно спокойно поговорить. Хуже, да. Вот это то, что она замечает. Она поставила там звездочку во втором примере. Мне кажется, что там не звездочка, а скорее вопросительный знак. Но вот есть некая тенденция, поскольку это не звездочка, то тенденция, очевидно, прагматическая, которая нас наводит на мысль о том, что, по-видимому, кроме как любит отрицательный квантификатор. Почему? Это все разговорные примеры. Если вас огорчает, что они из разговорного языка, не огорчат. Потому что они должны быть из разговорного языка. Плохо? Можно. 52Б можно? Если справа будет, я бы как-то бы дольше. 52Б будет, сейчас поставить, как-то не справа. Но я следую ее порядку, поэтому она... Это очень нормально. Да, если поставят поменять порядок, но это будет как-то уже обман такой. Поляркость-то, конечно. Да. А, ну вот, вот, к тому, что сказала Нина, его можно было встретить везде, кроме как дома. Нормально? Да, да. А Скольской очень не нравится. Его можно, кроме как дома, его можно было встретить везде. По-моему, они оба вполне приличные. Вот, а Скольская говорит, что они оба плохие. Сливочек. Сливочек хуже, чем справа, но не безнадежно. Вот, то есть вот этот вот отсутствие безнадежности говорит нам о том, что это не грамматическое ограничение. То есть есть какие-то очень тонкие семантические или прагматические ограничения, которые Сережа нам сейчас объяснит, которые требуют вот этих самых отрицательных квантов. Теперь, здесь у нас возникает некоторое такое осложнение, которое связано с тем, что в русском языке свободный порядок сливочек. Посмотрите на пример 54. Из корпуса она не носит никакой одежды, кроме фирменной. Никакой одежды, кроме фирменной, связанной, экцептив. И мы можем предположить, что это вот одна именная группа. Кроме фирменной, она никакой одежды не носит. Вынесенный экцептив, он свободный. Но ведь если мы посмотрим, и дальше мы посмотрим пример С, она никакой одежды не носит, кроме фирменной. Она, по-моему, не идеально звучит, но не невозможна. Когда у нас экцептив стоит рядом с именной группой, как в примере 54А, но он стоит рядом в конце предложения, структура вполне может быть двузначной. Потому что это может быть либо экцептив, который привязан к именной группе «никакой одежды», либо это вынесенный вправо экцептив, но у нас просто сама никакая одежда тоже рядом стоит. То есть вот это вот двузначная такая ситуация. И то же самое в 55. Она не носит никакой одежды, кроме как фирменной. Здесь может быть, что это одна большая группа. А может быть, как в 51А со штрихом, она не носит никакой одежды, кроме как фирменной. Хотя они стоят рядом, они могут, тем не менее, быть в разных синтаксических позициях. А Скольская, опять же, приходит нам на помощь. Она говорит, что 63% экцептивов с кроме похожи на связанные, то есть они все рядом. А кроме как оценить довольно сложно, потому что кроме как может быть либо связанным, либо свободным. И поскольку он находится в периферии, и слово, перед которым он связан, тоже находится где-то там рядом, то перед нами некая синтаксическая двузначность. Это вот такой очень интересный момент. А в кроме как, похоже, что можно избегать полного совпадения падежей. Она не носит никакой одежды, кроме как фирменной. Она не носит никакой одежды, кроме как фирменную. Можно? Так можно. Да? Мне казалось, что знак вопроса, но вот многим нравится. Да? А кроме как фирменной, кроме как фирменную, она никакой одежды не носит. И так, и так можно, да? Нет, нельзя так. Вы говорите, как никакую одежду. То есть вам хочется кейс-мэрчинг, да? Ну вот многим носителям кажется, что можно и так, и так. Она никакой одежды не носит, кроме как фирменную. Пример С немножко похож на пример А, прошу прощения, просто разница в антициденте. Ну и вот похоже, что когда у нас есть родительный падеж, то может быть либо винительный, либо родительный. И опять же обратите внимание, что вот пример Б гораздо хуже. То есть всем не понравилось, когда мы вынесли несвязанную падежную группу. Что всё это означает? Это означает, что русский предлог кроме вводит, по-видимому, связанный антицидент, связанный экцептив, который примыкает к именной группе. И если это так, то тогда мы можем задать себе вопрос, являются ли экцептивы скроме, которые находятся на периферии, производными от вот этих связанных экцептивов, или они порождаются помощью эллипсиса. Иначе говоря, русский язык устроен как английский, или он устроен как-то иначе? Вот это первый вопрос. А кроме как, похоже, вводят свободные экцептивы. Мы видели, что кроме как, возможно, с множественными исключениями, кроме как не требует эксплицитного антицидента. И дальше возникает вопрос, когда мы смотрим на примеры, как 55, можем ли мы понять, когда у нас двузначность. Ну и вот в разделе 6 я хочу задаться вопросом, похож ли русский на английский, и посмотреть на экцептивы скроме. Значит, мы видели, что экцептивы скроме могут быть рядом с именной группой, в которой есть рестриктор, или они могут быть свободными. Про английский я надеюсь, что я смогла вас убедить, что эти экцептивы нельзя породить при помощи просто перемещения из именной группы. Значит, теперь посмотрим, являются ли деривации в русском такой же, как в английском. У нас все те же две гипотезы, теперь у нас уже все дети заплакали, кроме Маши. Либо мы можем иметь некий какой-то клаузальный анализ, где у нас есть кроме Маши, потом какой-то эллипсис, все дети заплакали, это показано в 59, либо это фразовый экцептив, все дети заплакали, кроме Маши, кроме Маши каким-то образом вынимается из группы все дети, кроме Маши, перемещается, и мы получаем этот фразовый экцептив. И вот выясняется, что несмотря на то, что оба эти варианта так же, как для английского, возможны, русский ведется иначе, чем английский. У нас довольно много всяких примеров, которые наводят на мысль о том, что в русском не нужен эллиптический анализ. Вот сейчас я к ним перейду в разделе 6 на странице 8. Помните ограничения на квантеры, ограничения, которые ввела Фредерик и Молтман? Идея такая, что когда у нас есть связанный экцептив, то квантер должен быть выражен, и этот квантер должен быть универсальным, либо все, либо каждый, либо никто. То есть это должен быть сильный, отрицательный или положительный квантер. Посмотрим, что происходит в русском. Все это знают, кроме меня, все прекрасно. Никому этого не понять, кроме экстрасенсов. Отрицательный универсальный квантер. Любой с этим справится, кроме самого начальника. Вроде бы все нормально. Каждый рыжий боится солнца, кроме тебя. А дальше возникают интересные ограничения, похожие на то, что найдено в испанском. Мало кто это знает, кроме специалистов. Нормально? А по предсказанию Молтмана это должно быть плохо, потому что мало не сильный квантер. Но, тем не менее, для русского это работает. Редкие люди такое читают, кроме врачей. Можно? Можно? Мне показалось, что не очень. Я поставила знак вопроса, потому что многие сказали, что да. Многие скажут, что не так хорошо, как Д. Но, тем не менее, обратите внимание, что вот эти два примера, которые показаны серым цветом, они противоречат тому ограничению на связанные экцептивы, которые введены у Молтмана. То же самое мы наблюдаем в испанском. То есть это означает, что квантерные ограничения на экцептивы должны быть пересмотрены. Или, по крайней мере, хотя бы немного ослаблены. Редкая птица долетит до середины Днепра, кроме ястреба. Это вроде очень. Плохо. Плохо? Хорошо. Ну, не хуже, чем про врачи. Учитель. Так же или хуже? Плохо. Нам нужно ввести контрастерный фокус, когда будет лучше. Ученам это известно. А для этого есть. Да, но тогда у нас возникает уже серьезный эллипсис. Многие восхищаются Трампом, кроме университетских профессоров. Хорошо. Хорошо. Так, ну, видите, то есть вот похоже, что так же, как испаноязычное население, русские носители гораздо более свободны с этими универсальными квантерами, чем нам говорят. Но, тем не менее, даже если это ограничение ослаблено, оно не совсем исчезает. И существенно, что в русском невозможно сделать то, что было в английском. В английском у нас был пример. Все заплакали, а Маша не заплакала. Everybody cried except Mary didn't cry. В русском, смотрите, 63, никому этого не понять, кроме экстрасенсам понять. Это ужасно. И это показывает, что вот эта самая нередуцированная клауза не может здесь быть употреблена. Сразу говоря, может быть, не показывает, потому что в русские предлоги как-то более требовательны, потому что в адресе не ходишь, чем в английском. То есть тут может быть нарушение поддержного фильтра, без нарушения. Никто туда не ходил, кроме Маша ходила. Вот вам именная группа, все равно плохо, правда? А может, получила другой, скажи, у вас детей. Может, принято подержать? Нет, но если у нас есть именительный поддерж, именительный поддерж, либо это дефолтный поддерж, либо это отсутствует поддержать. Да, то есть здесь снимаются все ограничения. Все были, кроме Маши, не было. То есть вот, как бы мы ни крутили, получается, что нередуцированную клаузу мы не можем здесь поставить. Это означает, что ситуация не такая, как в английском. Что касается имплицитных антицидентов, вот здесь, по-моему, ситуация более зыбкая. Дети помогают друг другу, кроме Пети. Плохо. Мы путешествуем, кроме арабских стран. Ужасно. А вот я работаю, кроме понедельника, не так плохо. Можно? Плохо? Ну, вот мне только хорошо, если это плохо. Ну, прекрасно. 65-й ничего. 65-й лучше? Так, это интересно. И дальше помните, что связанные экцептивы требуют, чтобы экцептив всегда был именной группой. Свободные экцептивы позволяют любую категорию. Посмотрим, например, о Скольской, которая, помните, у нее был пример, кроме дома, с ним нельзя поговорить спокойно. Дома может быть либо наречием, либо именной группой. И когда мы ее ставим в позицию именной группы, нам нужно кроме. 68-я. Кроме его дома, с ним нигде нельзя спокойно поговорить. Но кроме как его дома, с ним нельзя нигде спокойно поговорить, не очень хорошо. То есть это показывает, что в русском языке все-таки кроме требует свободы связанного экцептива. И этот связанный экцептив не порождается при помощи эллипсиса. Один из самых, по-моему, сильных аргументов в пользу такого анализа связан с анафорой. Мы знаем, что в русском языке нельзя ставить анафорические местомения в позиции подлежащего. Нельзя сказать, себя обожает Машу, друг друга нужны нам, друг друга или себя мешают им. И вот пример Кибрика, который я очень люблю, он нечаянно ударен собой. Все примеры довольно ужасные. Значит, если наша группа экцептивов порождены при помощи эллипсиса, то мы должны ожидать, что все это должно быть так же недопустимо. Но теперь, тем не менее... Да, нормальная. 70, да, нормальная. А остальные просто не нужны, что эллипсиса придется. Смотрите, 71. Нам никто не нужен, кроме друг друга. Нормально? Это совершенно невозможно породить при помощи эллиптической конструкции. То есть это вот один из аргументов против эллипсиса. Им никто не мешает, кроме себя. Он никем не был бы остановлен, кроме себя. Это доказывает, что эллиптическая деривация, которая показана в 72, была бы невозможна. Если мы поставим кроме как в позицию кроме, то все получается довольно ужасно. Нам никто не нужен, кроме как друг друга. Кошмар, да? Им никто не мешает, кроме как себя. Тоже плохо. Он никем не был бы остановлен, кроме как с собой. Вот это по мне ужасно, да? По-моему, это нормально, да. Ну, то есть 73 А и Б плохие. И еще один аргумент против эллипсиса – это порождение падежей. Посмотрите, пожалуйста, пример 74. С ней о чем угодно можно говорить нормально, кроме огорода. Но нельзя сказать с ней о чем угодно, можно говорить нормально, кроме об огороде. Значит, если у нас будет предложение как в 75, с ней о чем угодно можно говорить нормально, кроме огорода, и дальше у нас будет эллипсис, то мы вычеркиваем, с ней можно говорить об огороде. И у такой деривации есть две проблемы. Первая – это то, что мы должны оставить беспризорный предлог. То, что по-английски называется preposition stranding. Беспризорные предлоги – это страшная редкость. Они есть в английском, в парочке креольских языков и в языке чук в микронезе. А так в остальных нормальных языках такого не бывает. Значит, в русском нет этого. И второе – это то, что у нас есть ингерентный падеж, который приписывается к предлогам о. И этот ингерентный падеж должен быть как-то стерт потом родительным падежом, что тоже невозможно, потому что один ингерентный падеж обычно не стирается другим. Ну, то есть можно что-то здесь придумать. Есть теории по этому поводу Уиллис-Олдвич, но они довольно-таки сложные. То есть мы можем решить, исходя из этого, что русские свободные экцептивы скроме, но не скроме как, порождаются при помощи какой-то экстрапозиции. То есть это зеркальное отражение английского. В английском у нас были хорошие доказательства того, что у нас эллиптическая конструкция. В русском, скорее всего, у нас анализ типа 76-го. Все дети, кроме Маши, заплакали. У нас есть одна большая именная группа «Все дети, кроме Маши». Мы берем кусочек кроме Маши, выносим его куда-то в один к ЦУК-клаузе, получаем нашу экцептивную конструкцию. Почему из-за того, что кроме Рукова не может быть? Простите, что? Почему из-за того, что у Клави есть акцептивизация на ДПС следует, что оно вынесено из субъекта? Ну, просто в этом примере оно вынесено из субъекта. Но нельзя сказать «Я работаю, кроме завтра». Почему вы можете вернуть, что оно из кого-то вынесено? А, вы хотите сказать, что есть еще один вариант, что это базовое порождение. Что это базовое порождение? Да, я к этому вернусь. В этом смысле вы на две страницы впереди меня, я к этому вернусь. Так что я прошу вас просто подождать. Но это совершенно правильно. Значит, здесь у нас есть два варианта. У нас есть вариант, если это какое-то вынесение, это эллипсис или вынос. И вот я вам привела аргументы против эллипсиса. Но я не могу сказать, это базовое порождение или нет. Это действительно очень интересный вопрос. Я просто решила его оставить на потом. Тем не менее, несмотря на то, что русские и английские ведут себя по-разному в рассуждении, кроме у них есть одно место, где они совпадают очень забавным образом, и это островные ограничения. В обоих языках мы не можем получить свободные экцептивы с островами. Посмотрите сначала английские примеры. Паша, извини, надо объяснить иначе не поймут. Где располагается так глава структура, из-за которой происходит нарушение острова? Не имеется в виду движения исходной конструкции, а движения заректированной части. Да, нарушение заректированной части. Надо пояснить иначе части запутаться. Ну хорошо, я, собственно, понимаю. Значит, что мы знаем про эллипсис? Мы знаем, что эллипсис может починить островные ограничения. Например, мы хотели нанять человека, который говорит на каком-то иностранном языке, но я не помню, на каком. Значит, у нас есть относительное предложение. Человек, который говорит на каком-то иностранном языке, но я не помню, на каком иностранном языке он говорит, мы вынесли из острова, из острова, которым является relative clause. И то же самое будет происходить в ситуации с эксцептивным эллипсисом. Посмотрите, пример 77. I sold my car that everyone likes on eBay, except my mother. Значит, исходно I sold my car that everyone likes, except my mother, on eBay. И мы пытаемся вынести except my mother из относительно упредаточного. If everyone leaves, except my dog, I will be happy. Мы хотим вынести If everyone leaves, I will be happy, except my dog. Этого сделать нельзя. При этом мы знаем, что когда мы выносим материал из невидимого, из эллидированного отрезка, то острова чинятся, острова перестают быть нарушениями. Это много. Нет, но по крайней мере это мерчинка, она выдвигается из эллиптированной части. Да. А как ты сейчас в Кузнестрале получается, что вот такого из эллиптированного отрезка? Нет, 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 нет. Именно из эллиптированной части. Давайте попробуем. Если бы все, кроме Маши, ушли, было бы только спокойнее. Нельзя сказать, если бы все ушли, было бы только спокойнее, кроме Маши. То, что я Георгиевич имела в виду, что я просто должна была написать более длинный пример, когда выдвижение происходит из того, что все стерто. Что не с кем поговорить, давно понятно, кроме тебя. Что не с кем поговорить, давно понятно, что не с кем поговорить, кроме тебя. Типа примера 80 лет пока. Вот этот пример, в котором мы видим, что то, что стерто, чинит остров. Так вот, выясняется, что починка островов возможно, в принципе, это вот знаменитый пример. They want to hire someone who speaks a Balkan language, but I don't know which they want to hire someone who speaks. Мы стираем всю эту часть. Или Ben will be mad if Abby talks to one of the teachers, but she couldn't remember which Ben will be mad if Abby talks to you. В английском вот такие островные ограничения исправляются при эллипсисе, но они не исправляются с акцептивами. В русском они тоже не исправляются. Что странно, потому что мы вроде бы решили, что русские акцептивы и английские акцептивы проходят в разную деривацию. Для английского это, в общем, довольно таинственно. почему вот этого не происходит. Значит, предположение, которое я хотела бы высказать в номере 79, и оно состоит в том, что острова могут подвергаться Паченке при Слусинге, если нет контраста. Тогда, когда у нас есть акцептив, у нас всегда есть контраст. Помните вот это ограничение на полярность. Теперь, что касается русского, то здесь должно быть другое объяснение. Объяснение состоит в том, что в русском, в принципе, невозможно ничего вынимать из островов. То есть, если бы все ушли, было бы спокойнее, кроме Маши, что не с кем давно понятно, что не с кем поговорить, давно понятно, кроме тебя. Но при этом, посмотрите, на следующей странице в русском есть некоторые конструкции, когда мы можем вынимать материал, независимо от акцептивы. Мы можем сказать, какую ты хочешь, чтобы они купили машину. И мы вынули слово «какую» из предложений, чтобы они купили машину. Все согласны? 82b не всем нравится. Какой ты надеешься, что они купят машину? Нормально. Нормально? Ну вот многие говорят, опять же, такие более пуристические носители русского языка, что плохо. То есть, в принципе, мы находим, что в русском языке есть какие-то конструкции, где вынос из вставленного предложения возможен. И выясняется, что когда мы такие конструкции используем, тогда акцептив возможен. Кроме блефа и наглости, я сомневаюсь, чтобы у Трампа остались хоть какие-то рычаги воздействия, кроме блефа и наглости. То есть мы вынесли из штобы, из конструкции со штобы, которая похожа на 82а. Кроме легкой закуски, я боюсь, что там ловить нечего. Опять же, мы все вынесли. То есть это означает, что ограничения на русские акцептивы, выносимые из островов, связаны просто с ограничением на вынос из каких-то предложений, а не на эллипсис. И это означает, что вот это вот совпадение русского и английского, оно некоторым образом случайно. Если это так, то мы можем заключить, что в русском свободные акцептивы это какие-то перемещенные категории фразового порядка, а в английском они связаны с эллипсисом полной клаузы. И вот тут я возвращаюсь к вопросу, который задали с последнего ряда, а именно, что мы можем, конечно, сказать, что русский и английский ведут себя по-разному, но мы не можем исключить еще одной возможности, а именно, что в обоих языках просто есть некое базовое порождение, адъюнкта. и это вот последний пункт на левой стороне страницы 10. Значит, у нас может быть либо структурная многозначность, либо мы можем просто считать, что у нас есть некий такой периферийный адъюнкт, который подвергается базовой генерации. Тогда у нас нет никакого эллипсиса. Вот это вопрос, то, что вы меня спрашивали, правильно? Если я вас правильно поняла. На этот вопрос хорошего ответа нет. Кроме только того, что если мы так скажем, то все равно нам придется как-то выводить различия между русским и английским в рассуждении вот этих самых свободных акцептивов. И это означает, что, по-видимому, какие-то различия есть. Теперь давайте быстро посмотрим на кроме как. Кроме как ведет себя не как предлог, а как союз. Он может сочетаться с любыми категориями. Антицедент может быть имплицитным. И похоже, что кроме как действительно совпадает с такой клаузальной деривацией. То есть похоже, что он ведет себя как английский. То есть нигде она не бывает, кроме как на работе. Порождение будет как в конструкции с деревья на 86 при помощи клаузального эллипсиса. Дальше мы говорили немножко о том, что экцептивы иногда кажутся лучше справа, иногда слева. И вопрос, от чего это зависит. В русском свободные экцептивы могут появляться и справа, и слева. И у Аскольска есть очень хорошая статистика по корпусам, где она показывает, что и так, и так действительно бывает. А в арабском только справа. Вот два примера из Солтана. В 88-А я видел всех студентов на лекции, кроме Ахмеда, можно. А 88-В кроме Ахмеда я видел всех студентов на лекции, нельзя. И Солтан предполагает, что различие может быть связано с тем, какой тип союза, кроме или кроме как. Если это союз, который похож на подчинительный, то тогда можно с обеих сторон. А если это союз, который похож на сочинительный, то тогда сочинение может работать только с одной стороны. И действительно, в английском, в русском, в испанском можно получить союз, можно поставить кроме и кроме как и справа и слева. В арабском только справа. И это, по-видимому, связано со статусом вот этого слова ИЛЛА как сочинительного союза. Так, по-моему, у меня уже очень мало времени, да? Какое? Ну, сейчас, где-то мы уже... Я уже говорю. Так, я тогда пропущу быстренько раздел 7 и перейду к разделу 8. Раздел 8 это... Еще таким немножко вопросом. Да. Так, хорошо. Значит, раздел 8 очень быстро. Можем ли мы предсказать, как устроены эксептивы в разных языках? Это вот, пожалуй, самая такая больная часть, самая интересная. Значит, пока у нас есть два с половиной способа получения эксептивов. Первый способ это получить их при помощи эллипсиса. И это работает в английском, в испанском, в арабском и в мальгашском. И второй способ это русский, когда эксептивы это просто некое вынесение земной группы. Но остается еще один способ, о котором я говорила, это базовое порождение. Этот способ можно либо считать возможным для всех языков, либо вводить как дополнительный. И тогда у нас получается, что во многих случаях у нас должна быть какая-то структурная многозначность. И вот на этот вопрос пока хорошего ответа нет. Поэтому, если у кого-то есть какие-то предложения, я буду очень рада. Теперь предположим, что все правильно, и в русском действительно у нас фразовые эксептивы, а там в английском, в мальгашском, арабском и испанском они при помощи эллипсиса. В чем различие? Здесь есть два варианта. Первое – это то, что в русском языке очень свободный порядок слов, и поэтому можно все выносить куда хочешь. И если это так, то тогда все языки с очень свободным порядком слов должны иметь фразовые эксептивы. Пока, в общем, я только два наскребла. Русский и грузинский. В грузинском похоже все, как в русском. А английский, испанский, арабский и всякие там австронизийские языки ведут себя очень похоже. Но здесь существенно, что если у нас будет язык, в котором очень много свободного порядка слов, то вполне возможно, что в нем будут и клаузальные свободные эксептивы, просто у нас недостаточно данных. Иначе говоря... Такие, как Кроме КАК. То есть, такие как Кроме КАК. Ну, так получается, русский заполняет обе. Да, русский заполняет обе, но я хотела бы говорить только о Кроме, поэтому я эту таблицу построила таким образом. То есть, если мы добавим Кроме КАК, то там, где у меня стоит крестик в таблице, действительно будет у нас заполнение. Вторая гипотеза, которая мне, честно говоря, нравится больше, это то, что разница в том, языки имеют DP или нет. То есть, есть вот такая идея Бошковича, что есть языки, в которых именная группа ограничивается только именем, а есть языки, где именная группа имеет в себе еще детерминант, артикль. И это может полностью или не полностью совпадать с наличием артиклей. Реально, если мы посмотрим на наше распределение, опять же, очень предварительное, то русский и грузинский это языки без артиклей, языки, в которых можно выносить в левую периферию какой-то материал из любой позиции, то, что называется left branch extraction. Английский, испанский, арабский, все эти австронезийские языки, они языки с артиклями, у них нет left branch extraction, и вот тут мы видим другой тип порождения к цептиву. Но тут у нас возникает китайский, в котором вроде бы D нет, но при этом он ведет себя совершенно как английский. Значит, тогда можно выйти в положении и сказать, что, наверное, классификатор ведет себя как D, и тогда все довольны. Но вот это очень такая забавная, интересная тема. Мы просто, на самом деле, знаем недостаточно в данный момент. Я думаю, что надо будет смотреть на другие языки и пользуясь этими гипотезами, или, может быть, какая-то еще появится, пытаться определить распределение. Но последнее, что я бы хотела вам показать, это то, что совершенно не во всех языках есть вот эти самые адъюнкты, которые обозначают исключения. Есть языки, в которых никакого другого способа выразить исключение как полным предложением нет. Вот полинезийские языки, в которых просто нет слова кроме его, слова кроме как. Единственный способ сказать что-то типа все дети кроме Маши заплакали, нужно сказать все дети плакали, Маша не плакала. То есть это языки с полным выражением отрицательной полярности. Интересно, что в этих же языках нет сравнительной конструкции. То есть в этих языках нельзя сказать Петя выше Васи, нужно сказать Петя высокий, Вася очень высокий. Но опять же у нас только три языка таких, поэтому трудно сказать скоррелировано это или нет. Но по крайней мере это интересная такая вот вещь. То есть не надо думать, что вот это сокращение, которое мы видим скромнее, это все, что разные языки делают. Ну и возвращаясь к вопросам, с которых я начала, я надеюсь, что я смогла Вас как-то немножко убедить в том, что свободные связанные экцептивы ведут себя по-разному, что есть довольно много языков с свободными экцептивами, порожденными при помощи эллипсиса. Это испанский, английский, арабский, французский, мальгашский. Довольно забавный результат в тайтянском, где тоже есть эллипсис, но там так называемый scattered deletion, там довольно хитрый эллипсис. Я очень боролась, чтобы его как-то избежать, но ничего не получается. А в русском, если мы будем верить тому, что мы здесь видели, похоже, что кроме, который находится на периферии, это просто кусочек именной группы и никакого клаузального эллипсиса нет. Ну и дальше возникает вопрос о том, как мы можем описать это распределение в типологическом отношении. Спасибо. Дорогие коллеги, мы можем задавать вопросы докладчику и высказывать разные сопутствующие соображения. А докладчику вы задаете? Хотите вы брать вопросы или хотите, чтобы... А как у вас принято? А мы это не смотрим, не докладчик. Ну, мне все равно. Но вы всех знаете по именам, давайте вы тогда, потому что я могу неправильно кого-нибудь назвать. Я не всех задаю по именам. Первый Дима, дальше Яган Герч. Дима успел. Примеров типа 80. Что заставляет нас думать, что там действительно был остров, который эллипсис починил, а не что эллипсисная конструкция выглядит примерно как на каком языке он говорит с отсылкой и соответственно без структуры, которая вызывала бы остров. Что заставляет нас думать, что в тех случаях, когда якобы чинить остров, остров вылезет на конструкцию был? Вы знаете, на самом деле вы правильно говорите, что есть два варианта. Это может быть действительно то, что называется псевдосносами, и тогда нет ничего. Но очень много таких конструкций в английском, вот этот пример просто единичный, где приходится восстанавливать все предложение, просто потому, что иначе семантика не сработает. Это вопрос всегда возникает с обсуждением по-моему, об этом еще розыске стало ответить на этот вопрос. Ставьте пять кушатся девятого года, но дальше это, наверное, грешно. то есть, в общем, говорят, нужно искать, тогда нужно, мы вынуждены будем сказать, что у нас в английском есть слосень с одной стороны и псевдосносень, вот то, что вы говорите, это второй такой тип деривации, я не знаю, что это было, типа такого, и это считается как бы неэкономно, и поэтому это вот такое возражение против непринесения на странице. это был ваш комментарий к Димину вопросу, а не вопрос. Пожалуйста. Вопрос, я, конечно, очень сильно поразил пример 56С, уточки 56С, откуда берется генетист в вторую возражение. 56С. Да, у меня тоже очень поразил. Там нет до 50С, ну, первые от жизни я вижу, примерно, родительные приотрицания, в котором бы не было, нет. Там его, видимо, нет. Я просто не вижу слокального способа понять, откуда здесь родительные не море. Она никакой одежды не носит, кроме как... Вот фирменной почему там родительные приотрицания? Кроме как... Во второй части не должно быть приотрицания, но она там как бы только в кроме. Нет, там нет. У тебя есть какое-нибудь объяснение? там можно думать, что кроме как дает родительные приотрицания, но это... Нет, это хэк. Нет, там единственное, что можно придумать, это сказать, что не сидит низко, то есть оно сначала низко литеризирует родительные поддержки, а потом поднимается кроме как. это тоже хэк, но меньше, чем то, что ты говоришь. Ну, я не знаю. Ну, это вот меня поразило, меня также поразило различие в поддержках, я не могла придумать никаких других примеров, кроме этого. Нам же не очень нравится. А второе... Вам больше нравится свинительный? Второе просто соображение, что я не очень согласен, что здесь... То есть не то, что согласен, здесь может быть лучше сравнивать не со слусингом, а с стриппингом. Я правда плохо знаю литературу по стриппингу, но как там больше похоже. Слусинг все-таки он требует больше специальных условий. Стриппинг как раз дает похожие эффекты там какие-нибудь тоже с отрицанием. Там Джон Лефт ест Джон Лефт естедей нот был. Значит, поскольку никакое английское предложение не может вроде бы начинаться с нот был, то приходится там допускать, что нот это что-то вроде союза, который в этом смысле похож на эксепт. Похоже на в том, что в той же категории. Поэтому... Ну, я бы посмотрел литературу по стриппинг, которую, правда, я плохо знаю, но там наверняка что-то такое. На самом деле здесь существенно, что в любом случае у нас есть эллипсис, а по какой типу можно сказать, что это смысл, просто легче построить дерево и соблюсти полярные различия. Степель тебе дает гораздо меньше ограничений. Там должно быть больше разных вариантов. Но, в принципе, я не вижу ничего невозможного в любви на степельных тезис. И, конечно, это даст нам возможность использовать множественные исключения, потому что степель я не часто не знаю. почему среди ваших примеров того, что допускают русские конструкции скроме, не фигурируют именно группы без квантера. Общности просто множественное число. Мне кажется, что в корпусе их довольно много. Рыжие боятся солнца круг Васи. Вот такие. Просто потому, что считают, что там как бы имплицитные квантеропчности или что? Это очень интересный вопрос. Я думаю, что в каких-то случаях может быть имплицитная квантеропчности, а в каких-то случаях, которые я не совсем понимаю, нужно просто ослабить вот это требование, что должен быть квантеропчности. Если мы скажем, рыжие боятся солнца кроме тебя, здесь можно сказать, что есть полуимплицитная квантеропчности. Но вот редкие люди это читают, кроме врачей, это, кстати, из корпуса. Там не должно быть какой-то квантеропчности, там может быть какой-то другой квантер. То есть я думаю, что это ограничение, которое уже подверглось всяческим нападкам на материале испанского языка, его надо как-то менять. Но моя задача – разобрать синтаксис, а уже потом какие-то люди придумают и сделают семантику. Так, пожалуйста, еще вопросы и соображения. Англежа? Да, ну, раз возникла пауза, я буду... Раз возникла пауза, хотел уточнить про эмпирическую часть типологической составляющей лекции. Правильно ли я понимаю, что все языки, которые упоминались, это более или менее, и есть все языки, которые рассматривались пока, да? Да. На вскидку у меня такое ощущение, что корреляции с отсутствием сравнительной конструкции нет, но я могу быть неправ, надо проверить. Я буду очень рада, если ее не будет, потому что это слишком две разные вещи. Ну, подумаешь, там холинезейцы, у них нет сравнительной конструкции, у них нет акцептивности. Ну, просто, да, общность в том, что у них нет ничего. Нет, ну, пока у них там больше, чем бывает, не обижается. Но вот корреляция с DP&P, похоже, работает. Я проверяла, я начала проверять в нескольких дагестанских языках, и там похоже на русский. Ну, там вообще все можно из именной группы достать, поэтому вот пока работает. А вот еще у меня было небольшое замечание насчет эксплицитного отрицания типа «если не», а русские конструкции типа «кто же это сделает, кроме Васи», «кто же это сделает, если не Вася», чем вам не угодили? Я про них думала, но пока еще ничего не могу сказать, просто потому что у меня такое впечатление, что нужно каждое из этих конструкций-исключений рассматривать отдельно. А потом, если они начнут себя вести одинаково, то мы можем их как-то соединить. И туда же можно добавить вот эти самые старые русские субъюнктивы «а будь не я, как тел бы ты в Твери». И, по-видимому, у них тоже какой-то определенный синксис, но я не уверена, что его надо сразу соединять с тем, что я видела. Я хотел уточнить, вот в примере 62, там что было выделено серым? Сейчас, пример 62. Это страница 8. Выделено серым мало и редкие, потому что по таким вот классическим правилам, которые предложили для этих конструкций, в таких предложениях скроме должны быть только универсальные квадраты, то есть всякие, каждый, любой. В английском вроде бы «е» приводится почти так же, «few people know that except for experts». Да, но это будет свободный экцептив, и это должно быть, потому что свободный экцептив может иметь имплицепный релят. Но нельзя сказать «few people accept experts», но это обязательно нужно вывести. А для русского, если мы выводим свободный экцептив и связан, но просто при помощи перемещения, то тогда мы ожидаем, что редкие люди это читают, кроме врачей, должно быть плохо, потому что там нет квадрата. Или вот пример, который был приведен, «рыжие боятся солнца, кроме тебя». А вроде бы не так плохо. То есть ясно, что вот это ограничение на квантеру общности очень слишком сильное. Еще в начале у меня был вопрос на второй странице, там где табличка такая, 10, про различия между двумя типами этих экцептивов. Ну, про синтаксис там понятно, а вот определения семантические, кажется, что они не противоречат друг другу. То есть… Да, это я просто честно списала у Хуксама. Они как бы почти одно и то же. Они почти одно и то же, но идея, что связанный экцептив дает вам менее обширную семантическую область. Идея, что свободный экцептив выражает какое-то общее такое суждение, и к этому суждению можно привести исключение. Тогда как связанный экцептив может выражать суждение, но исключение будет только из логического субъекта этого суждения. То есть вот идея здесь. Но я согласна, что можно им несколько это изменить и как-то, в общем, либо сделать их более похожими, и тогда это различие пропадет, либо их надо как-то усилить, и тогда это различие станет более реальными. В логическом субъекту, а не синтактическом субъекту. То есть к любому логическому субъекту, предикатом которого является то суждение, которое заключено в предложении. А, он съел всю кашу. Да, то есть мы говорим, что вся каша была съедена, как логический субъект. А можно я тоже спрошу? Конечно. Вы даже не спросите? Мне кажется, что анализ передвижения и анализ социзм делает одно семантическое предсказание, где мы можем ожидать разные вещи. Вот представим себе такую ситуацию. Значит, студенты магистратуры дают экзамен. И еще на экзамен пришла Маша. Маша. Маша, не, она не работает. Маша, студентка первого курса. Ожидаемым образом... Сергей Петрович, возьмите и записывается звук. Ожидаемым образом Маша экзамен провалила, а студенты магистратуры сдали. И вот мы говорим предложение с Эльбисом. Все студенты магистратуры сдали экзамен, а Маша нет. Нормально? Нормально. А теперь мы говорим предложение с Эльбисом. Все студенты магистратуры сдали экзамен, кроме Маши. Моя интуиция, что это странно. Получается, что Маша тоже студент магистратуры. У вас такая же? Да. Ну вот, если у нас анализ, мне кажется, что если у нас анализ с передвижением, то это предсказано, то это ожидание. Мы каким-то образом магистируем существительную дискрицию студенты магистратуры. Мы вынимаем из этого множества студентов магистратуры один элемент, а именно Машу. Из этого следует, что у нас Маша студент магистратуры. Да, мы ее оттуда выдержим. А при анализе с Эльбисом должно быть нормальным, потому что этой дискриции в том предложении, где происходит Эльбисис, нет. Да, но его предложение типа все студенты магистратуры сдали экзамен, а Маше нет. Да, такое Эльбисис, оно действительно нормальное, да, из этого не получается, что Маша тоже студентка магистратуры. Но это чудесно, потому что по английски можно даже сказать. Вот мне казалось, что для русского языка это как бы хорошо, да, для такого анализа. Но мне казалось, что английская экземп демонстрирует такое же ограничение, как русская. Область инсправсты экземп, область инсправсты экземп, может, оно двузначное. Либо Маша студентка магистратуры, либо Маша не сдала экзамен. Но пробуйте, кроме как. Понятно, хорошо, да, тогда это не плохо. Тогда это не плохо. Тогда это хороший, такой независимый фанкс. А почему же тогда, кроме как? Кроме как, это не получится. Не получится, все студенты сдали. Магистратуру сдали цены, кроме как Маша. А вообще, кроме как, очень плохо с подлежащим. Хотя скользкая там нашла 6%, я не одна. Я поставил, значит, всем студентам магистратуры. Кроме как Маша. Получается, что она студентка, да, все равно? Да. А мы можем, да. Моя индустрия такая, да. Кроме как она, она все равно студентка. Все равно студентка, да. То есть тогда получается, что для русского, кроме как, вот этот эллиптический анализ плохой. Ну, если, так сказать, мы не найдем еще что сказать по этому поводу... Нет, ну, это не хорошо искать, что сказать, это когда просто мы ищем уловку. А тогда можно вернуться к тому, что предлагал Дима, что это просто базовое порождение. Что мне, в общем, очень нравится. Я стала думать о том, как различить базовое порождение и вынос. Ну, а в обоих случаях синтаксически это будет то, что... Как по-русски я же фризень? Как фризень по-русски? Никак. Ну, это будет синтаксический остров, но по разным причинам. То есть там ничего не придумаешь. Там может быть какие-нибудь различия только в сфере действия. Потому что если мы базово порождаем высокий адъюнкт, он должен обладать сферой действия над всем предложением. Если мы адъюнкт передвинули из какого-то более низкого положения, то возможна реконструкция. Вот здесь надо искать различия. Так, ну, что и... Дима никогда не задает меньше одного вопроса. Кроме как силы. Маша, вы пилите еще один вопрос? Я очень благодарна за вопросы и, главное, за замечания. Вот я забыла, как звали молодого человека с бородой. Андрей. Андрей. Кулиславович. То, что вы сказали про разные языки, сыпьте языки, потому что надо смотреть. Надо материал посмотреть. Да. Да. Вот с примерами 56. И с примерами 56, и, как мне кажется, любыми их родственниками, есть очевидная проблема. Если в главном предложении убрать генитив отрицания, то есть сказать, она не носит никакую одежду, то и в зависимом он мгновенно окажется невозможным. То есть она не носит никакую одежду, кроме как фирменную, нормально, она не носит никакую одежду, кроме как фирменную, невозможно. И из этого тривиально следует, что это фирменное, наводится отрицанием в главном предложении, потому что... Ну, это была ситуация с эллипсисом, но там, опять же, всякие дополнительные проблемы. Ну, в смысле, генитив отрицания, да. Нет, ну, если мы предположим, что у нас есть вот это... То, что я тебе сказала, что есть какое-то скрытое отрицание, которое потом поднимается... Нет, оно было сначала внизу, а потом оно... Да, 56Б же, как видно, производная из 56А. Ну, из 56. Ну, ладно. Ну, что же, еще вопросы, да? Как... Так, я не говорю, только вопросов. Тогда, наверное, мы закручиваем с вопросами. Я делаю короткое тривиальное объявление о том, что колоклиумы в этом семестре у нас завершены. Следите за нашими объявлениями. Следующий колоклиум будет в феврале. Ждем всех с нетерпением, приходите, пожалуйста. Вот, а сейчас мы будем предоставить нашего докладчика и дорогого гостя на кафедре на 9-ом этаже в известной многим комнате 953. А что мы только сеграли? А? Сеграли. А, это пока секрет. Мы пока не скажем.